Сегодня в Европарламенте люди, потерявшие близких во время пожара в Одесском Доме профсоюза 2 мая 2014 года, говорили о том, как идет, вернее, затягивается расследование этого преступления на Украине. Встреча с европарламентариями уже не первая, и сегодня акцент был сделан на то, что нельзя вести однобокую политику и поддерживать только Майдан, не обращая внимания на факты. А факты, которые сегодня были представлены, говорят сами за себя. Люди падали просто с оконами, добивались. Как горели заживо, как в них стреляли видеокадры и рассказы тех, кому удалось спастись. Слушания в Европарламенте начались с фактов. «Дикое пламя» — так называется фильм немецкого журналиста. Ульрих Хейден отправился на Украину почти через месяц после трагических событий, чтобы самому разобраться, что произошло 2 мая в Одессе. Мне позорно для моей страны, что мы, наша дипломатия, наша большая политика поддерживали только Майдан, только туда ехали, только интересовались Майдан и не ехали в Одессе, в Восточную Украину. И в большом степени мы виноваты, что Украина гражданская война пересолит, и что горел этот дом профсоюзов. Как может наша страна, которая уже 2 мировые войны начинала на европейском континенте, как она может себя так вести? Едва сдерживая эмоции, Евгений Милев рассказывает, как погиб его брат. Он не был активистом антимайдана. Он пытался спасти людей, которые на его глазах погибали в Доме профсоюзов. Евгений продолжает бороться и верить. Правосудие свершится. Хотя почти привык жить в условиях постоянной травли. На Куликовом поле просто отбирают баннеры с фотографиями погибших. Отобрали баннер с детскими фотографиями. Его бы там при нас сожгли. Моя мама, которая потеряла сына 2 мая, она, конечно, когда увидела эти кадры, она сказала, как будто моего сына еще раз сожгли. На родственников погибших нападают не только у импровизированного мемориала на Куликовом поле. Сегодня в Европарламенте матери погибших рассказывали, ходить в суды не только бесполезно, но и небезопасно. Но сдаваться они не собираются. Я хочу, чтобы вы меня слышали. Людей в Одессе убивали и в центре города, и в здании профсоюзов. И этому есть свидетельства, очевидцев и доказательства. Сейчас под арестом находятся представители антимайдана, а не те, кто являются организаторами и исполнителями этого преступления. На слушаниях европейские и американские журналисты. Они ждали возможности высказать свое мнение. Местные СМИ их голос не слышат. А когда все же удается прорваться в эфир, эффект шоковый. Так было с документальным фильмом французского репортера Поля Морейра «Маски революции». Его показали сначала во Франции, потом и в Польше. Тогда европейский зритель впервые увидел зверство запрещенного в России правого сектора. Гуманитарный плакат восточной Украине и западных политиков, которые стоят за решениями Киева. И судя по реакции украинских властей, которые пытались запретить показ фильма, расследования журналистов значение имеют серьезное. Такие встречи просто необходимо проводить. Это я знаю, что там произошло на самом деле. А европейские зрители получают информацию, которая проходит несколько фильтров. Я уже ничему не удивляюсь. Это обычные методы пропаганды. Год назад в Европарламенте уже говорили и свидетели трагических событий, и родственники погибших. Тогда слушания прошли без особого внимания. Сегодня депутаты подчеркнули, настроения в столице Европы меняются. Где-то здесь в коридорах зреет очень внятное недовольство происходящим. И в конце концов оно, конечно же, вылезет в какие-то шаги. Ошибки свои признавать трудно, и Брюссель тут не исключение. Сегодня каждый депутат Европарламента получит отчет о слушаниях. В нем рассказы очевидцев, которые не выбирают поликорректных выражений. И видеосвидетельство без купюр. Нельзя не отреагировать. Подобные слушания в Европейском парламенте проводятся крайне редко. Но переоценить их значение невозможно. Если не говорить о трагедии в Одессе, они могут просто забыть. Сегодняшнее событие – это повод для европейских политиков напомнить Киеву. Расследование должно быть завершено, а виновные наказаны. Яна Подзибан, Алексей Лабушкин, Виктория Филатова. Первый канал. Брюссель.